Здравствуйте, друзья! С вами 3D News Daily и в ближайшие несколько минут мы расскажем вам самые интересные новости из мира хай-тек. Ресурс ZDNet со ссылкой на анонимные источники сообщил, что Microsoft планирует выпустить два больших обновления. Полноценных сервис-пакок Windows 10. Сама корпорация пока что хранит молчание, не желая распылять внимание общественности перед летним релизом самой системы. Но вот что рассказали информаторы. Обновления под кодовым названием Redstone, взятым, кстати, из Minecraft, запланированы на 2016 год. Первый выйдет в июне, второй — в октябре. Они не заменят собой мелкие регулярные апдейты, а дополнят их. Redstone добавит к Windows 10 новые функции и поддержку тех типов устройств, которые пока не являются частью экосистемы новой ОС. Аэрокосмическая компания Blue Origin объявила о готовности двигателя BE-3, который предназначен для суборбитального космического корабля New Shepard. В этом году начнутся тестовые автоматизированные полеты, а затем к делу подключат пилотов-испытателей. Если все пойдет по плану, то после этого Blue Origin рассчитывает заключить контракт с NASA и использовать New Shepard для доставки грузов на МКС, а также наладить регулярные туристические полеты в космос. Но не стоит радоваться раньше времени. Билеты пока не продают. Сперва аппарату и двигателю предстоит доказать свою коммерческую целесообразность. Думаете, с меру по нитке можно собрать денег только на разработку игры или забавного гаджета? Как бы не так. К британской компании Hybrid Air Vehicles, или сокращенно HAV, потекли финансовые ручейки на разработку Air Lander 10, гибридного дирижабля. Сперва правительство Соединенного Королевства выдало грант на 3 миллиона 400 фунтов стерлингов, затем HAV выиграло другой грант уже от Европейского Союза по линии разработки экологичного транспорта. Ну а в скором времени стартует кампания в краудфандинговом сервисе CrowdCube, где Hybrid Air Vehicles надеется получить еще 2 миллиона фунтов. Впрочем, для крупнейшего в мире воздушного судна все это лишь капля в море. К примеру, грант от Евросоюза хватит только на создание нормативно-правовой базы, без которой говорить о каких-то заказах попросту невозможно. С другой стороны, HAV не начинает дело с нуля, ведь история этого самолета-дирижабля ведет свой отчет с 2010 года, когда такую игрушку захотела себе армия США, потратив на ее создание свыше 150 миллионов долларов. Затем военный бюджет сократили, а проект едва не забросили на пыльную полку. Однако HAV выкупила 150-миллионный прототип за смешные 300 тысяч долларов и теперь рассчитывает довести дело до выпуска коммерческого воздушного судна, предназначенного для грузоперевозок, гуманитарных операций, рекламы, наблюдения коммуникаций и пассажирских перевозок класса люкс. В общем, амбиции не меньше, чем у дирижаблей прошлого. Надеемся, что Air Lander 10 ждет более приятная судьба, чем его предшественников. Больше новостей ищите на 3dnews.ru. До встречи, друзья! Редактор субтитров А.Семкин